Привет, друзья! Сегодня будем совмещать, казалось бы, несовместимые вещи. А именно, это White Spirit и объектив. Вы знаете, что это такое? Это вот отсюда. Canon, что с тобой не так? Почему резинки с объективов слезают? Почему они растягиваются? Это 24-70, вторая версия. Он поработал у меня меньше года. С полгода, наверное, поработал. Эта резинка вообще полностью отвалилась, которая за зум отвечает. За фокус тоже ослабилась. Ею я просто гораздо реже пользуюсь, поэтому, собственно, так. Ладно, 85-й у меня отслужил уже много лет. И тут тоже резиночка уже очень слабенькая стала. Но это новый объектив, который отслужил совсем ничего. И вот такая вот беда становится с резинками. Мне кажется, такого не должно быть на профессиональной технике, которая должна служить годами, а тут полгода. Собственно, что мы делаем? Знаете ли вы, что когда в советские времена были резинки стирательные, такие квадратненькие, особого выбора не было, чтобы были они помягче, их отмачивали в керосине, у White Spirit и еще в чем-то. И они такие воздушные, мягенькие становились, и всем они нравились. Вот. Ситуация с этими резинками должна быть наоборот. Их нужно отмочить, и они сжимаются. И сегодня это попробуем на деле, так это или нет. Лишь бы они совсем не растянулись. Пожалуй, я попробую сразу на двух вот этих резинках. И фокусировочной, и зумирующей. Вонять так вонять. И я представляю себе, какая это будет зловонь. И запах несвойственной фототехники. Это больше всего меня останавливало. Но, тем не менее, спадающее вот такое вот кольцо, тоже это не дело. Будем пробовать. Не получится, буду искать в продаже как запасную часть. Это кольцо слетает просто так и легко. Это я сейчас попробую снять. Да, тоже несложно все это делается. Так, я их уже перепутал. У зумирующего кольца чуть мельче шаг, у фокусировочного чуть крупнее. Это так, чтобы потом не перепутать при установке. Итак, что я сейчас сделаю? Сейчас надо будет тщательно помыть просто в раковине. С мылом, с щеточкой, возможно. И затем замочим вайт-спирт, баночка на балконе. И крышечку от баночки я не нашел, но нашел пленочку. Чтобы это не сильно все испарялось и воняло. Вот, погнали. Все, хорошенечко просушиваем его и замачиваем. Вот так жалобно выглядит обнаженный объектив. А, была не была, сразу за раз сделаю и на 85-ке то же самое. Вот так легко слетела резиночка с 85-го. Тщательно укладываю все три резиночки в стеклянную банку. И дальше перемещаемся на балкон. Ох, сейчас будет запашок. Я забыл открыть окно. Так, ну все, наш аквариум готов. Засекаю время порядка полутора часов. Чтобы не сильно испарялось и не сильно источало запах. Хоть мы на балконе с открытыми окнами. Но все-таки накрою еще дополнительно пищевой пленкой. Хорошенечко затяну. Красивые циферки 19-19. И через полтора часа посмотрим, что у нас получится. Итак, прошло около полутора часов. Никаких изменений пока не видно. Попробуем слить white spirit и посмотрим, что у нас вышло. Теперь все это нужно тщательно промыть. Мне кажется, от этого запах не избавится. Так, ну что, от 85-го резинка какая-то оказалась перекрученная. Какой-то такой очень странной формы. Не пойму пока изменились или нет. Ну что, вот так вот они у меня сейчас выглядят. От 85-го вообще прям феерично. Что-то пошло не так, мне кажется. Так, протрем салфеточками. Запах есть, но я ожидал, что будет все гораздо хуже. От резинок запах не отмылся окончательно. Так, вот он наш голенький 85-й. Мне кажется, он стал на пару размеров больше. Так, и посмотрим, что там у нас 24-70. Аккуратненько протрем. Я уже забыл, какое кольцо куда. И оно все болтается хуже, чем было изначально. Так, ну что, результат пока не очень радует, но я был готов к этому. Я слышал, что изначально резинки растягиваются, а потом потихонечку сжимаются. Так что все нормально, все по плану. И думаю, все, оно ляжется за ночь. Сейчас уже вечер. За ночь должно все лечься и обтянуть. Посмотрим, так ли это или придется искать новые такие резиночки. Кстати, знаете, где они продаются? Нет? Я не знаю. Все, оставляю в таком виде. Посмотрим, что дальше будет. Итак, друзья, прошло 2 недели. Я специально не торопился с выпуском, потому что хотел хорошенечко опробовать, как оно будет все работать. В итоге, что получилось? Все, казалось, все провалилось. Все зря, потому что прошли сутки. Резинки вернулись к тому состоянию, к которому они были до замачивания. То есть, ну, растянутые, но не настолько растянутые, как после замачивания. После замачивания они растянулись где-то в полтора раза. Через сутки вернулись к этому состоянию. Через двое суток примерно уже плотно все обжали. И вот 2 недели я использую. И все отлично. Жестко очень держится. Что на 24-70, что на 85-м. Отлично все. Неделю где-то очень неприятный запах был. Потом потихонечку ветривался. Я не хранил в сумке, а все время выставлял на проветриваемое место. Со временем запах ушел. Ну, конечно, если принюхиваться близко, то он до сих пор еще есть. Не знаю, когда он выветрится. Очень хотелось бы, чтобы побыстрее это было. Ну, пока вот классно. По крайней мере, нету вот этого дискомфорта, когда отпадала, отваливалась полностью резинка. Так что метод рабочий очень классный. Я рекомендую, не бойтесь пробовать. Единственное, что вот запах, например, там в квартиру к ребенку уже прийти к маленькому фотографировать не очень. В просторной студии более-менее ничего. Вот. Что еще? И тут мне еще подсказали вариант интересный. Это силиконовые браслеты. Есть такие браслетики силиконовые на Алиэкспресс по 50 рублей примерно. Плюс-минус, плюс доставка. Можно сразу несколько заказать. На одну доставку это все выходит. Уже есть проверенные ссылочки. Сейчас я вам покажу. Переместимся сейчас за компьютер. Ну вот, смотрите. Вот такие вот силиконовые браслетики. Они очень классные тем, что на фотографическую тему их можно надевать не только на руку, но и на сам объектив. И тем самым защитить и резиночки можно, и объектив, и разнообразить. Будет так интересно все выглядеть. Вот. 51 рубль. Сейчас вот падение видно. Кстати, кто не пользуется кэшбэком, Лейтешопс, очень рекомендую пользоваться. Я сам пользуюсь. И со всех покупочек идет возврат кэшбэк. Я уже неоднократно выводил, проверил, не очень верил в то, что это работает. И действительно работает. Сейчас, если хотите, я вам покажу. Вот мой профиль. Сейчас уже готово к списанию. Сейчас посмотрим, сколько. Вот. 7 тысяч с половиной почти готово к выводу. Сейчас вот пока другие покупки идут, там 800 рублей в ожидании. И я уже выводил, и реально работает все классно. Там идет вот все понемногу. Там 3 рубля, где-то 119 рублей. Вот уже зачислены там 100 рублей, 4 рубля. И действительно я выводил, уже проверял. И тут много магазинов есть. И Алиэкспресс, и я фотоаппарат покупал в МВидео. Оттуда был неплохой такой кэшбэк. И, в общем, очень классно. Можно выводить и маленькими суммами на банковскую карту. И можно ждать, копить сумму посолиднее. Ссылочку оставлю в описании. Простая регистрация. И приложение всегда напоминает, что необходимо активировать кэшбэк. Активируйте, и все. И идет кэшбэк очень-очень классно. И все по-честному. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, пользуйтесь, если вдруг еще не используете. Много магазинов и реально рабочая тема. И, значит, этих резиночек можно накупить и по нескольку штук на объектив накрутить. И защитить резинки, которые у вас существуют, нормальные. Либо, если уже потянулись резинки и не хотите вымачивать так же, как я, чтобы, может быть, запах пугает и так далее. Вот. Тогда можно затянуть этими резиночками и все. А можно и на руке носить. Тоже прикольно. Ссылочку оставлю и на Letyshops, и на вот это все оставлю в описании. Переходите, приобретайте обязательно. Пока спасибо за ваше внимание. Надеюсь, этот выпуск был кому-то полезен. И оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше я запишу видео 5D Mark IV опыт использования целый год. Уже больше года я пользуюсь. И накопилось, что рассказать про него. Дальше рассмотрим батарейные блоки. Нужны ли они и зачем они нужны. Уже делаю видео про фотофонари, как сделать недорогой классный фотофонарь. И уже было видео про то, что я купил Sigma 85 1.4 Art. Много мне писали, что там есть бэкфокус. Действительно, там на тех снимках, которые я сделал в день покупки, бэкфокус. Я фокусируюсь на глаз, а в фокусе уши я это устранил внутрикамерной юстировкой. И сделаю об этом видео. Как это делается и какие получаются результаты. И кроме того, еще хотел рассказать про свой почти идеальный ноутбук для фотографа. И покажу свой. И расскажу про совсем идеальный ноутбук для фотографа, на мой взгляд. Все. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok